Семьи с детьми в зоне повышенного внимания. Со следующего года большую часть финансирования расходов на выплаты пособий на третьего и последующего ребенка возьмет в федеральный бюджет. Для молодых, активных и готовых отстаивать интересы молодежи в собрании депутатов Ненецкого округа продолжается формирование состава общественной молодежной палаты. К холодам готовы. Аэропорт Наринмара завершил все регламентные мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Нижалова. Здравствуйте! У регионов появятся дополнительные деньги на поддержку семей с детьми. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты России Светлана Петрова. Сейчас деньги на выплату пособий на третьего и последующего ребенка берутся из двух источников. В среднем 39% из федерального и 61% из регионального бюджетов. Но со следующего года соотношение будет изменено. Большая часть расходов в среднем 84% возьмет на себя федеральный бюджет. Соответственно, у регионов высвободятся средства для того, чтобы они могли принять свои дополнительные меры на поддержку семей с детьми. Увеличение финансирования этого вида пособий предусмотрено федеральным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в нацпроект «Демография». Также им предусматривается продление программы мат-капитала. Всего национальный проект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов. Так, в рамках одного из них «Спорт. Норма жизни» во дворах жилых домов будут строить бесплатные тренажерные комплексы. Проект «Содействие занятости женщин. Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предполагает достижение стопроцентной доступности дошкольного образования. Особое значение имеет проект «Старшее поколение». Он более межведомственный и междисциплинарный, чем все остальные проекты, включая четыре основных направления по поддержке и повышению качества жизни людей старшего поколения. В их числе создание системы долговременного ухода за пожилыми, приведение в надлежащее состояние региональных организаций и соцобслуживания. Кроме того, людей старшего возраста планируют учить, давать им дополнительное профессиональное образование, чтобы они не потерялись на рынке труда. Публичные слушания по проекту бюджета округа на предстоящий трехлетний период пройдут через неделю. До 30 октября к проекту бюджета принимаются замечания и предложения. Их можно направить в собрание депутатов Нинецкого округа. При этом все замечания и предложения должны быть подписаны отправителем с указанием фамилии, имени, отчества или полного наименования юридического лица, а также обратного адреса. Главный финансовый документ региона подготовлен и одобрен администрацией округа 16 октября текущего года, а 19 октября внесено рассмотрение в парламент субъекта. С проектом закона о бюджете можно будет ознакомиться на сайте администрации Нинецкого округа в разделе «Бюджет для граждан». Сегодня документ также опубликован в газете «Нерьяна Виндер». Бюджет 2019-го имеет не только значительную социальную, но и инвестиционную составляющую. На 2019 год проектом предусмотрены бюджетные инвестиции в общей сумме порядка 3 миллиардов рублей. Это средства, которые пойдут на строительство, реконструкцию или разработку проектно-сметной документации в рамках инвестиционной программы 21 объекта. Это, собственно, говорит о том, что нами разработан бюджет, направленный на развитие региона. Прокомментировал ранее параметры проекта закона Александр Цибульский. Решение вопроса по задолженности заработной платы в СПК «Рассвет Севера» на отзоре в сфере строительства социальных объектов на бюджетные средства, обеспечения жителей населенных пунктов округа чистой водой. Эти и другие вопросы парламентарии округа сегодня задавали заместителям прокурора НАУ на заседание предсессионного комитета. Отмечу, что на ближайшей сессии, которая состоится 25 октября, прокурор округа выступит с докладом о состоянии законности и правопорядка на территории региона. Диалог парламентариев и представителей прокуратуры НАУ начался с вопроса о задолженности по заработной плате перед работниками СПК «Рассвет Севера». На начало года она составляла порядка полутора миллионов рублей. По состоянию на начало текущего месяца размер долга достиг почти девяти миллионов. По словам заместителя прокурора НАУ Сергея Лапина, виновные лица будут привлечены к административной и дисциплинарной видам ответственности. Но одними мерами реагирования решить проблему с задолженностью, по мнению представителя ведомства, невозможно. Необходима государственная поддержка. И мы предлагаем, чтобы вопросы осматривались в том числе по авансированию субсидий на местную продукцию. В настоящее время, как все знают, заключаются договоры между СПК и АВА, мясопродукты. Вместе с тем, все сейчас как бы ждут бойную кампанию, а до этого никаких денег получить не могут. Также необходимо понимать, что за председателя органы государственной власти работать не будут. И здесь в первую очередь, конечно, правильные управленческие решения должны быть в первую очередь со стороны председателя. Я так могу сказать на практике, что в настоящее время девушка довольно молодая, она вообще уехала в Тундру, работает, вообще не выходит на связь. В каком хозяйствовании может идти речь? Еще один вопрос, озвученный в ходе диалога сторон, закрытие социальных объектов, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии. Конечно, у нас большое такое желание есть, и пожелание вернее к прокуратуре, в том плане, чтобы давали максимальное количество времени на исправление недостатка, для того, чтобы объекты все-таки мы старались сохранить, которые есть. И если они, допустим, могут быть каким-то образом функционированы, то это лучше. Потому что, я приведу пример, не знаю, что закрыли клуб, я понимаю, что там сложная ситуация, но тем не менее, лучше от этого, наверное, все-таки не стало. В свою очередь, представители прокуратуры отметили, что не ставят перед собой главную цель – закрыть учреждение. У нас достаточно хватает и силу средств, еще раз повторяю, для того, чтобы заставить устранить те недостатки, которые мешают нормальной эксплуатации этих зданий. Но, опять же, в первую очередь, это безопасность через самые граждане, которые посещают тот же самый клуб, школу какую-то. Говорили и о проблеме незаконной реализации алкогольной продукции на селе. У нас каждое второе преступление совершается в состоянии угольного опьянения. Проблема очень глобальная. Сказать, что МВД плохо работает, может быть, недостаточно активно. У них тоже есть свои проблемы. Допустим, реализация спиртного на селе, знаем, торгует, приезжает делать закуп, понимаем, что спиртное продавец нелегальный продает только своим знакомым. Жители села узнают в лицо. Никто из жителей села не поймет участвовать в добровольной закупке. Посторонним не подают. Ну вот так, одна из проблем, которые я вот обозначил. Также на заседании обсудили ряд других вопросов, связанных в том числе с результатом проверки обеспечения жителей населенных пунктов региона чистой водой. Напомню, на ближайшей сессии, которая состоится 25 октября, прокурор округа выступит с докладом о состоянии законности и правопорядка на территории субъекта. В региональном парламенте началось формирование девятого состава общественной молодежной палаты. В него войдут 15 молодых законодателей, которые будут исполнять полномочия на протяжении двух лет. Дополнительно из числа внесенных кандидатур будет сформирован резерв палаты из 10 кандидатов. Среди задач, которые стоят перед молодежной палатой, внесение предложения в органы госпласти округа и органы местного самоуправления по проблемам молодежной политики, содействия, защите прав и законных интересов молодежи. Наши ребята не только участвовали в региональной молодежной жизни, но также и на федеральном уровне. Члены общественной молодежной палаты посетили такие мероприятия, как Всемирный фестиваль молодежи у студентов в Сочи, форум молодых законотворцев Ленинградской области в плане межрегионального взаимодействия, форум молодежной команды страны, первый молодежный форум при государственной были. Почему бы ребята набрали большой? Традиционно молодежная палата проводит различные парламентские слушания, конференции, круглые столы. Является координатором проведения на территории округа теста по истории Отечества и истории Великой Отечественной войны, а также новогодней елки для детей-инвалидов. С июня прошлого года ведется работа по созданию группы арктических парламентов при молодежном парламенте Госдумы. Теперь работу в этом направлении предстоит продолжить уже новому составу общественной молодежной палаты при собрании депутатов. Он будет сформирован из представителей муниципальных образований округа, общественных объединений, профсоюзных организаций. Войти в состав палаты могут жители округа в возрасте от 18 до 35 лет. Для того, чтобы стать членом молодежной палаты, им нужно подать документы до 15 ноября всего года по адресу администрации Смедовича 20А и написать проект не более трех листов, в котором бы они описали свои законодательные инициативы, направленные на улучшение молодежной политики в округе или изменение законодательства, которое так или иначе затрагивает молодежь. И прописать в этом проекте свои предложения, возможно, также свои пожелания относительно изменения самого округа, его развития экономического, политического. По словам Александра Ковязина, работа в общественной молодежной палате, безусловно, требует серьезной самоотдачи, а бесценный опыт помогает реализовать себя и отстаивать интересы жителей региона. От себя я хочу сказать, что молодежная палата общественная для молодого человека – это реальный шанс получить бесценный опыт. Бесценный опыт в плане законоторческой работы, в плане общественной работы. Потому что, когда этого не касаешься, то не понимаешь, насколько это важно, насколько необходимо перелопать и большой объем информации для того, чтобы сделать это качественно. Потому что законотворческая деятельность, она включает интересы не конкретно одного человека, а всего округа. И это бесценный опыт, когда молодые люди начинают задумываться не только о себе, но и об округе в целом. Прием документов от кандидатов, желающих войти в состав общественной молодежной палаты при собрании депутатов НАУ, продлится до 15 ноября 2018 года. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте регионального парламента. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В течение двух лет власти Нинецкого округа намерены приобрести не менее 113 квартир в Наринмаре. Речь идет о приобретении путем инвестирования квартир в целях переселения граждан из домов, непригодных для проживания или с высоким уровнем износа. Накануне торги на приобретение жилых помещений объявил централизованный строй заказчик. Это уже повторная процедура. В конце сентября учреждение проводило три электронных аукциона, итоги которых были подведены 19 октября. Ни на один из лотов не поступило ни одной заявки. По первому электронному аукциону планируется приобрести 38 квартир, 4 однокомнатных и 34 двухкомнатных. Срок выполнения контракта не позднее 1 марта 2020 года. По второму электронному аукциону также планируется приобрести 38 квартир, 4 однокомнатных и 34 двухкомнатных. Срок выполнения контракта не позднее 15 октября 2019 года. Третий электронный аукцион объявлен для закупки 37 квартир, 4 однокомнатных и 33 двухкомнатных. Срок выполнения контракта не позднее 15 марта 2020 года. Таким образом, в течение ближайших двух лет округ приобретет 113 квартир общей площадью 5 982 квадратных метра. До конца недели ожидается завершение поставки энергоресурсов в рамках Северного завоза. Как сообщает основной организатор опережающего завоза, в целом по всем видам топлива Северный завоз выполнен примерно на 93,5%. На данный момент уголь, бензин, дизельное топливо, масло и смазки доставлены во все населенные пункты округа. Остается доставить дрова в три населенных пункта. По информации руководства Севержелкомсервиса, сегодня судно с дровами вышло из Усцильмы и направляется в Нальминос. Ориентировочно в субботу судно прибудет в населенный пункт. По пути следования часть дров выгрузят в поселке Красное. На прошлой неделе все энергоресурсы были доставлены в Наринмар, Анди, Косколково и Кую. В район села Коткино дрова доставлены, но находятся на расстоянии 10 километров от села. В настоящее время организуется их подвоз. В текущем году на подготовку населенных пунктов округа к осенне-зимнему периоду, в том числе на поставку топлива, было направлено более 1 миллиарда рублей. Аэропорт Наринмара завершил все регламентные мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период. Проведена проверка состояния инфраструктуры, спецтехники и оборудования. Проверены исправность средств приемки горюче-смазочных материалов, условия хранения, транспортировки, фильтрации и заправки. Создан необходимый запас авиационной ДСМ и спецжидкостей. Для обработки взлетно-посадочной полосы заготовлен противообледенительный состав на весь осенне-зимний период. Жидкость для защитной обработки воздушных судов от обледенения также заготовлена в необходимых объемах. Коллектив аэропорта прошел сезонную теоретическую и практическую подготовку. В службах проведены конференции по обмену опытом, на которых оговорены особенности выполнения технологических графиков обслуживания воздушных судов и эксплуатации технических средств в осенне-зимний период. Окружные полицейские переоделись. Сегодня весь личный состав МВД России по Ненецкому округу официально перешел на зимнюю форму одежды. В новой сезонной одежде полицейские привели строевую смотр. Он прошел на центральной площади города Маратсей. Равняйтесь! Смирно! Контрольный закон! Торжественному маршу! Зимние бушлаты, меховые воротники и шапки управления внутренних дел по Ненецкому округу подтвердило. В регион пришла зима. С сегодняшнего дня весь личный состав переходит на зимнюю форму одежды. Именно такое обмундирование было установлено еще в 2011 году. Цель сегодняшнего смотра – проверить соответствие и готовность личного состава к новому сезону. Дата перехода выбирается заранее. В каждом регионе она своя, в зависимости от погодных условий. Эта дата у нас была запланирована, конечно, заранее, месяц назад. Никак мы не могли прочитать, что такие ненастные погодные условия наступят. Но, тем не менее, оно придает определенный колорит. Все-таки мы наилучшим образом сможем оценить соответствие форменного обмундирования складывающейся погодной обстановки. А вот зимнее обмундирование ненецких полицейских ничем не отличается от того, в котором несут службу правоохранители из других регионов. Оно такое же теплое и практичное. Хоть я и сам хожу в кожаной кутке, но у меня точно такие же есть бушлаты. Она действительно теплая, удобная, практичная форма. Внешний вид и число различных составляющих форм полицейских дают возможность работникам как мужского, так и женского пола выглядеть опрятно и иметь некоторое разнообразие в служебном гардеробе. Женщины, когда их ставят на охрану общественного порядка, одевают бушлат, зимнюю шапку, одевают капюшон, чтобы нигде ничего не продувало, ватные штаны, теплые опы, перчатки. И форма, я считаю, что для условий Крайнего Севера она очень даже подходит. Все сотрудники полиции, для которых в постановлении и распоряжении органа государственной власти указано непременное ношение форменной одежды, должны появляться на рабочем месте исключительно в форме. Она способствует повышению уважения среди горожан к полицейским и прививает дисциплину работникам, считают в Министерстве внутренних дел. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Сборная Нинецкого округа выиграла гран-при музыкального фестиваля Лиги КВН «Балтика». Он состоялся в Санкт-Петербурге. За победу боролись 11 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурома, Таллина, Симферополя, Твери, Петрозаводска и Наринмара. Участие в музыкальном баттле клуба «Веселых и находчивых» прошло в Доме офицеров на Литейном. По итогам состязания открытием фестиваля была признана команда «Левая сторона» из Санкт-Петербурга. Вторую премию получила дискотека имени Ленина из Москвы. Первая премия досталась команде «Крышка Люка» из Мурома. Главный приз музыкального фестиваля получила сборная НАО. У нас получилось очень музыкально и в каких-то местах даже очень трогательно выступление. Это высоко очень оценило жюри, это оценил зал, потому что наградой были овации, аплодисменты в конце выступления. Мы получили максимальный результат, получили такой, который мы хотели. Статуэтку победителя музыкального фестиваля окружная команда получила из рук магистра игры «Что, где, когда» обладателя приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратного обладателя приза «Хрустальная сова» Александра Друзь. Дополнением главному призу фестиваля стал пропуск на участие в полуфинальных играх Лиги Балтика, которые пройдут в Санкт-Петербурге уже в ноябре. Но на этом веселые и находчивые ненецкие ребята останавливаться не собираются. И уже в этом сезоне мы играли в первой телевизионной лиге в КВН в городе Казань. Она транслируется на татарском телевидении, татарском Новый Век канал, и выпуски программы выкладываются на официальном канале Ютуба Международного союза КВН, а также на канале КВН-ТВ спутниковом. То есть до телека мы дошли, осталось дойти до первого канала. Вот у нас цель такая сейчас. То есть следующий год, чтобы начать сезон уже, чтобы так можно было смотреть, а вверху был такой логотипчик единички, желанный для каждого КВНщика. Вы смотрели новости на телеканале Север. До встречи в эфире.